Приветствую вас на канале Магия Таро. Меня зовут Маргарита Данилова. Сегодня мы будем освещать такой вопрос, как испытание любовью. Это, наверное, самое трудное, но самое благословенное испытание, когда мы вступаем в отношениях и наша жизнь делится на до и после. Данный расклад по персональной заявке клиента, поэтому мы будем сегодня освещать конкретную ситуацию, посмотрим, в чём же корень данной ситуации, ну и, разумеется, какие есть возможные варианты решения и выхода из неё. Если вы смотрите данное видео, скорее всего, это не случайно. Возможно, и вам оно раскроет некоторые завесы, может быть, прошлого, может быть, настоящего и поможет вам в осознании каких-то своих личных процессов. Ну что ж, приступим. Присутствует в отношениях очень стойкая зависимость и даже одержимость от желания быть с человеком, причём она охватывает все сферы жизни, то есть это и наши эмоции, ну, может быть, наш материальный мир, когда мы хотим быть с этим человеком, когда абсолютно всё, все наши сферы пронизаны желанием быть рядом с этим человеком. И ничто другое, да, вот, допустим, жизнь без него, к сожалению, не имеет какого-то смысла, не имеет определённых красок. Да, на данный момент отношения разрушены, и, к сожалению, мозгом, и складывая какие-то определённые факты сегодняшнего дня, вы понимаете, что да, вот, скорее всего, это финал, это финиш в отношениях, и всё, что происходит сейчас в вашей жизни, на самом деле говорит только о том, что, вот, скорее всего, вы жертвуете этих отношений, и вот оттяжка, вот, скажем так, разрыва, да, и постановки точки в отношениях, она зависит только, на самом деле, от вас. Но сейчас посмотрим, какие, на самом деле, мысли испытывает человек по отношению к вам. Чётко прослеживается, что человек тоже стремится к вам, но ввиду определённых обстоятельств, скорее всего, не может сделать определённый выбор в пользу отношений с вами. В его сердце зажигается иногда огонь, что вот есть потребность у вас, необходимо, может быть, даже какие-то это очень тёплые воспоминания, в которые бы хотелось бы окунуться, и довольно любопытно, какими делами вы сейчас занимаетесь. То есть определённая роль любопытства человека в вашей жизни, она присутствует. Кто этот человек в вашей жизни? Вы знаете, в этих отношениях у вас открылась истина отношений между мужчиной и женщиной. На самом деле, это очень фундаментальные отношения, которые вас трансформировали и изменили. И такими, какой вы были раньше, вы уже никогда не будете. Вам открылась истина настоящей, безусловной любви. Скорее всего, данные отношения были кармически предопределены, и они позволили открыть внутри вас самые лучшие качества, которые были в очень глубинных процессах. Они были скрыты, и они вышли на поверхность. Очень сложно об этом говорить, потому что в данном случае, в данном аспекте, ваше упорство направлено на очень иллюзорный союз, на сохранение баланса, которого на самом деле нет. Это очень такие воздушные замки, это нечто такое песочное, зыбкое, очень ломкое, как стекло. И понятное дело, что если вы отпустите руки партнёра, когда вы примете решение разорвать эти отношения, вас ждёт очень сильная, ну, возможно, я бы сказала, боль, разочарование, боль от утраты, на сегодняшний день, пока вы ищете способы и идеи сохранить этот баланс, гармонию, сохранить этот союз, и каким-то образом, ну, вот даже вот на том уровне, на котором он сейчас у вас есть, на сегодняшний день вы находитесь в состоянии воздержания, сейчас объясню, каким образом это происходит, то есть, по большому счёту, в реалии не происходит каких-то событий, которые вам позволяют сделать выбор в ту или иную сторону, в ту или иную пользу, пока вы сами не смогли определиться, как дальше быть. Внутри идёт очень мощный процесс самоанализа, самокопания, и вы стоите перед серьёзнейшим выбором, потому что в зависимости, вы понимаете, что как вы сейчас, какое сейчас решение вы примете, таков и будет результат, потому что от другой стороны, по большому счёту, уже ничего не зависит. Само желание, вот, возможно, прекратить отношения, но оно вас очень сильно пугает, ввергает в очень сильную депрессию, и сохранение отношений на том уровне, на котором они находятся сейчас, дают вам состояние, скажем так, баланса, да, то есть, возможно, это мнимый баланс, возможно, на самом деле, думая о том, что у вас есть те отношения, и вы находитесь в них, эта любовь всей вашей жизни позволяет вам оставаться в балансе в этом мире, потому что без данных отношений, к сожалению, мир очень кажется серым, скучным, обыденным, всё становится пустым, и настолько, ну, вот, всё меркнет вокруг, что даже сама мысль о том, что нужно будет учиться продолжать жить, двигаться вперёд, достигать каких-то целей, она вас никоим образом не радует. Что испытывает партнёр по отношению к вам? Я бы сказала, что он признаёт вас силу определённую, силу именно женской красоты, женского обаяния, силу, ну, вот, наверное, даже в том аспекте, что вы можете этому мужчине дать то, что необходимо мужчине, то есть состояние какое-то, состояние умиротворения, спокойствия, ну, вот, он в ваших отношениях, в отношениях с вами, он как будто бы утешается, и он бы хотел зафиксироваться именно в данном аспекте, но пока это был, это есть только на уровне, скажем так, я бы сказала, даже развлечения, если говорить очень жёстким и грубым языком, потому что на сегодняшний день его эмоции направлены именно на веселье. Обычно, когда у мужчины есть стремление создать нечто фундаментальное, создать семью, развиваться в отношениях, во всех аспектах, то выпадают абсолютно другие карты. И я сейчас посмотрю, с чем связано. В отношениях с вами он исселился и восстановился, потому что вы были предельно откровенны перед ним. Только перед ним вы могли снять маски, вы могли позволить быть самой собой, избавиться от манипуляций, быть настолько открытой, насколько вы не бываете открыты даже с самыми близкими людьми, с родственниками, с близкими друзьями. То есть настолько обнажены были внутренние аспекты личности, что именно это позволило человеку, мужчине в данном случае, тоже быть обезоруженным, наверное, даже вашим откровением. Как будет мужчина поступать в дальнейшем? В данном аспекте мужчина предполагает, что все-таки он, скажем так, может управлять этим процессом, ему все подвластно, и внутренне он ищет пути для того, чтобы прекратить отношения и поставить точку. Но понимая вашу проницательность, он боится очень нарушить вашу тонкую натуру. И он понимает, что отношения зашли слишком глубоко, они проникли внутрь настолько, что любое слово, любое резкое какое-то замечание либо инициатива с его стороны поставить точку, она вас погубит и каким-то образом причинит вам еще большую боль, нежели сама разлука. И мужчина делает упор все-таки на то, чтобы просто заморозить. Вы знаете, вот просто какой-то процесс, когда отношения просто сходят на нет, без его инициативы, он, к сожалению, пока не готов озвучить о своем решении, хотя решение внутри него давно уже принято. Довольно интересная штука, я не знаю, насколько она будет соответствовать в рамках общего расклада, но мужчина сделал выбор все-таки в сторону каких-то устоявшихся аспектов. То есть если бы он выбрал бы отношения с вами, необходимо было бы отказаться от очень таких вот давно построенных моментов, необходимо было бы делать прорыв в отношении вот то, что у него есть, оставить, бросить и начать все заново. И для него это огромное усилие его пугает вообще начинать что-то, оставляя что-то позади. Он готов больше работать на укрепление того, что у него есть. И таким образом он немного отстраняется от вас. Сейчас мы посмотрим, что же нам скажет Таро в рамках того, как нам необходимо себя вести, потому что любые ситуации, любые отношения нам даны для собственного исцеления. Мы уже сегодня говорили о том, что данные отношения обнажили внутреннюю глубину. И вы знаете, карты театра кукол, они очень хорошо обнажают ситуацию, когда она очень глубоко в каком-то замороженном состоянии, потому что по роду своей деятельности я часто замечаю, что людям свойственно сохранять определенные маски. В них нам комфортно, мы привыкли какие-то роли играть в своей жизни. И нам очень не хочется нарушать, потому что когда ты на протяжении нескольких лет играешь роль благополучного, успешного человека, счастливого в отношениях, либо еще что-то, скрывать это все и говорить, что на самом деле душа всегда просила другого, она маялась на этой работе, в этих отношениях, либо еще в чем-то, это довольно тяжело признавать. Но рано или поздно этот нарыв или вот эта вот кульминация какой-то апогеи ситуации, он наступает. И когда он наступает, когда почва уходит из-под ног, мир рушится, стандарты, которые раньше, стандартов, которых раньше придерживались, уже не работают, инструменты, которыми пользовались, не работают. Вот тогда что-то новое всегда приходит в нашу жизнь. Поэтому нам необходимо осознать, что же все-таки привнесут новые в вашу жизнь данные отношения. Посмотрим, как они могут развиваться. Сначала мы посмотрим процесс, а потом мы посмотрим результат. Процесс ближайшего будущего карты, колоды, театр кукол, к сожалению, не показывают отдаленное будущее. В процессе вам очень захочется обрести какую-то твердую позицию. Либо да, либо нет. Потому что вот эта вот внутренняя маята вроде есть, а вроде нет. Вроде близко, вроде далеко. Вроде поддельно, не поддерживаем, а вроде отстраняемся. Необходимо будет обрести какую-то твердость. И процесс будет именно направлен на то, чтобы определиться, четко определиться, это есть или этого нет. Это нужно дальше греть и развивать или нет. На сегодняшний день процесс отсутствия, нет какого-то интереса, нет эмоций, даже не в сторону сохранения отношений, не в сторону разрушения, скажем так. Очень хочется контролировать эти эмоции, потому что наплыв эмоций настолько мощный и настолько сильный, что вот с ним очень тяжело справиться. я бы даже сказала, что вот эти вот эмоциональные качели очень влияют на финансовую сферу, потому что довольно тяжело вот в таком состоянии делать какое-то заделное изобилие на получение каких-то материальных благ, полное отстранение от социума, от общения с людьми, от новых идей, вот прям просто ничего не хочется. Вот в данный момент, пока процесс будет так складываться. Насколько быстро вы вернетесь? Вы вернетесь настолько быстро, насколько поймете, чего на самом деле хочет ваша душа. Очень важно понимать, на самом ли деле хочет душа быть этим человеком, либо это наши эгоистичные потребности и желания. Потому что очень часто мы руководствуемся в отношениях для того, чтобы удовлетворить наши эгоистичные какие-то, корыстные цели. Мы хотим обладать человеком, мы хотим подтверждения статуса, мы боимся одиночества. И вот эти вот все моменты, очень важно понять ваши мотивы, каковы были вступления в отношения. Если, разумеется, были мотивы, я не знаю, там, вступить в отношения с женатым мужчиной и увезти его из семьи, это не те мотивы, ради которых стоит вступать в отношения. И в любом случае с таким началом они обречены на провал. Отношения выстраиваются гармонично только тогда, когда мы не вмешиваемся в план Бога, ни в коем случае не разрушаем отношения, которые были созданы Богом, до нас, да, и когда мы объединяемся для того, чтобы расти, двигаться к чему-то общему, не знаю, там, становиться в этих отношениях лучше. Процесс будет идти таким образом, что жизнерадостность к вам вернется только после всплеска эмоций. Необходимо признаться на самом глубинном уровне, что да, эти чувства есть, да, этот человек управляет сознанием, не знаю, мыслями, жизнью, настроением, состоянием, и что синдром, скажем так, отмены, да, прекращение общения, оно вызывает очень такие тяжелые состояния, такие очень сильные эмоциональные всплески, и даже невозможно словами писать, их только можно прожить и прочувствовать. причем вот внутренне вы понимаете, что те эмоции, которые вы по отношению к этому человеку испытываете, они давно уже себя и жили, вы просто попытаетесь пережить пережитое, которое было давно, вы тянете из прошлого эти чувства, на сегодняшний день этот мужчина вам не дает полноты, вы не ощущаете близость с ним, у вас ничего, на сегодняшний день такого не происходит, которое бы вау, какие-то чувства бы давали. Необходимо будет поусердствовать для того, чтобы прекратить эти игры разума. Игры разума какого рода? Иногда отношения у нас в реальности происходят, иногда они происходят в нашей голове. К сожалению, когда в нашу жизнь пришел интернет, и очень много можно общаться, слать теплых слов, каких-нибудь смайликов или общаться, это позволяет нам проживать отношения не в реальности. Так вот, необходимо будет потрудиться над тем, чтобы осознать, что данные отношения это больше плод вашего воображения на сегодняшний день. Да, возможно, они в прошлом были реальными, возможно, даже выкладывался какой-либо фундамент, но сегодня это уже не те отношения. и все, что происходит, это происходит в нашей голове. И для того, чтобы усмирить эти мысли, необходимо будет очень много сделать конкретных действий. Каких действий? Начать жить в реальности, прежде всего. Начать жить в реальности, в такой, когда вам необходимо вставать, идти на работу, брать какие-то обязательства, знакомиться с новыми людьми, я не знаю, выполнять, ну и быть открытыми к просьбам других людей, вот полностью включиться, потому что то состояние, которое сейчас вы испытываете, это полная асоциальность, это отстраненность, я бы даже сказала, что отрешенность. Да, и только после этого, когда вы начнете работать над тем, чтобы осознавать, можете вы на этот процесс повлиять или не можете, тут очень четко нужно определиться. Это во вашей власти мужчину снова привлечь, чтобы он вернулся или чтобы он переехал к вам или другие аспекты, или не в вашей власти. Если это в вашей власти, то вы можете всегда выйти на открытый диалог с мужчиной и выслушать его сторону. Игры разума возникают только тогда, когда мы не знаем правды другого человека. Поэтому, если у вас есть возможность, вам необходимо в открытую обговорить с ним. Если этой возможности нет, человек не идет на диалог, мужчина каким-то образом перекладывает ответственность на какие-то обстоятельства, на людей каких-то, на, возможно, на то, что у него там, не знаю, там работа, он очень занят и так далее. Это просто нежелание это озвучить. Его тоже можно понять, потому что разрыв, он и так всегда болезненный, но когда это еще инициируется мужчиной, соответственно, это еще тяжелее, потому что нам, женщинам, никому не хочется быть отверженными, брошенными. Когда нас не выбирают, мы перестаем верить в свою уникальность, эксклюзивность, свою привлекательность. Это очень тяжелые моменты. То, что мужчина не берет ответственность за то, чтобы поставить точку, это его, я, конечно, не оправдываю, но это тоже допустимо и возможно, потому что есть желание не травмировать вас еще больше. Чем совет Таро? Чем все это все-таки кончится? Великолепные предсказания от Таро. Вы откроете в себе новый источник в проявлении собственного мастерства. Вы поймете, насколько все просто и логично, насколько Вы можете управлять всем, что происходит, что на самом деле все в Ваших руках. И пробуждение от мыслей, от этого оцепенения, оно не за горами. Как только Вы поймете, что вот это все очень иллюзорно и только игры Вашего разума, сразу будет наступать облегчение. Я не говорю, что вот сегодня Вы для себя запретили думать об этом человеке и Вы больше не думаете или запретили себе обсуждать данную тему с кем-то. Обсуждайте на здоровье, но когда приходят мысли, постарайтесь возвращаться в реальность. Потому что если Вы будете оставаться в бездействии в физическом мире, а будете уходить в воспоминания, в мысли, не знаю, Ваш мозг будет постоянно Вас выбрасывать. либо в прошлое, где Вы будете вспоминать эти эмоции и чувства, которые будоражил Вас этот человек, либо в будущее, а будущее всегда будет наполнено страхом. Потому что, к сожалению, когда настолько непонятная ситуация, Вы будете бояться и союза с этим человеком, и если он не вернется в союз с Вами. И вот эти все вещи, они очень сильно разбалансируют нас. Поэтому течение да, Вы знаете, процесс будет нелегким и может быть нескорым. потому что настолько были радушные отношения, когда вот прям настолько все открыто и это настолько хочется весь мир обнять и всех охватить своей любовью, чтобы каждый человек на земле испытал подобные чувства. Есть сомнения, что больше такого никогда не будет. По этому поводу стрессуете и что такие ситуации могут быть только раз в жизни. Возможно, такие ситуации могут быть только раз в жизни. Но поверьте мне, вот не знаю, там на слово, что источники радости могут быть и другие. Не всегда хорошо, когда это гиперэйфоричность или еще что-то. Вот подобные отношения, они очень похожи на не знаю, там героиновую зависимость или там еще на что-то просто это всегда кайф, это всегда вау, но после пробуждения всегда наступает некоторый, не знаю, там синдром отмены, абстиненция, ну не знаю, на простом языке это отходняк, и вот его просто нужно пережить. Что да, все, что там было, наломали много дров, ну вот это очень-очень тяжело, но после этого у вас наступает очень серьезный и очень хороший благостный период восстановления. радость жизни снова к вам вернется, вернется какая-то детская непосредственность, я бы даже сказала, вы снова увидите, как солнце греет, как оно светит, как оно наполняет весь мир, неужели, неужели, вот это все есть, неужели настолько может быть плохо внутри. Поэтому я не вправе советовать, но если ситуация все-таки похожа на ту, которую мы сегодня раскрывали, выпала карта, которая всегда говорит о наличии еще одной женщины. поэтому отношения с мужчиной были предопределены, это дано было для возможно для того, чтобы у вас был всплеск эмоций, возможно, чтобы вы ощутили, насколько на полную катушку может работать ваш организм выработки гормонов радости, для того, чтобы вы просто это попробовали и вкусили, научились быть естественной, научились быть собой. Но союз того мужчины с другой женщиной был создан не вами, и к сожалению, мы не боги, мы не можем разрушать то, что было создано не нами, поэтому отпустите, пожелайте насколько это возможно радости и решения тут только только за вами, насколько быстро вы придете в баланс. Как решите все это, так вы и придете в баланс. Поэтому на сегодня у нас все, с вами была Маргарита Данилова. Добро пожаловать в волшебный мир Таро. Четко прослеживается, что человек тоже стремится к вам, но ввиду определенных обстоятельств скорее всего не может сделать определенный выбор в пользу отношений с вами. В его сердце зажигается иногда огонь, что есть потребность у вас необходимо может быть даже какие-то это очень теплые воспоминания, которые бы хотелось бы окунуться и довольно любопытно какими делами вы сейчас занимаетесь. То есть определенная роль любопытства человека в вашей жизни она присутствует. Кто этот человек в вашей жизни? Вы знаете, в этих отношениях у вас открылась истина отношений между мужчиной и женщиной. Приветствую вас на канале Магия Таро. Меня зовут Маргарита Данилова. Сегодня мы будем освещать такой вопрос как испытание любовью. Это, наверное, самое трудное, но самое благословенное испытание, когда мы вступаем в отношения и наша жизнь делится на до и после. Данный расклад по персональной заявке клиента, поэтому мы будем сегодня освещать конкретную ситуацию, посмотрим, в чем же корень данной ситуации, ну и, разумеется, какие есть возможные варианты решения и выхода из нее. Если вы смотрите данное видео, скорее всего, это не случайно, возможно, и вам оно раскроет некоторое завесы, может быть, прошлого, может быть, настоящего и поможет вам в осознании. На самом деле это очень фундаментальные отношения, которые вас трансформировали и изменили, и такими, какой вы были раньше, вы уже никогда не будете. Вам открылась истина настоящей, безусловной, любви. Скорее всего, данные отношения были кармически предопределены, и они позволили открыть внутри вас самые лучшие качества, которые были в очень глубинных процессах, они были скрыты и они вышли на поверхность. Очень сложно об этом говорить, потому что в данном случае, в данном аспекте ваше упорство, оно направлено на очень... Да, на данный момент отношения разрушены, и, к сожалению, мозгом, и складывая какие-то определенные факты сегодняшнего дня, вы понимаете, что да, вот, скорее всего, это финал, это финиш в отношениях, и все, что происходит сейчас в вашей жизни, на самом деле говорит только о том, что, вот, скорее всего, вы жертву этих отношений, и вот оттяжка, скажем так, разрыва, да, и постановки точки в отношениях, она зависит только на самом деле от вас. Сейчас посмотрим, какие на самом деле мысли испытывает человек по отношению к вам. Каких-то своих личных процессов. ну что ж, приступим. Присутствует в отношениях очень стойкая зависимость и даже одержимость от желания быть с человеком, причем она охватывает все сферы жизни, то есть это и наши эмоции, ну может быть наш материальный мир, когда мы хотим быть с этим человеком, когда абсолютно все, все наши сферы пронизаны желанием быть рядом с этим человеком и ничто как бы другое, вот допустим, жизнь без него, к сожалению, не имеет какого-то смысла, не имеет определенных красок.